добрый вечер коллеги друзья люди добрые люди надеюсь вы очень долго с товарищем грозным общались на тему какую именно лекцию провести и мы пришли к двум темам причем одна для меня была даже ну более такой сложная которая сегодняшним будет она будет тема про сетевое добро или добро в сети или добро в интернете это очень такая размывчивая тематика потому что само по себе добро эфемерное и отличить его от добра и зла достаточно тяжеловато но мы постараемся без каких-то конкретных примеров может быть общими чертами понять вообще как можно делать добро для чего его делается но для чего делать добро наверно мы не будем говорить просто по видим примеры которые происходят как-то у нас появляется в интернете как-то у нас появляется в жизни так повторюсь еще раз что тема сегодняшние у нас сетевое добро социальные проекты в интернете через интернет первоначально моей мысли было показать вообще огромнейшую сферу проектов различных и добровольческих и благотворительных которые есть и в кургане и в регионе и в нашей стране и в международные проекты но я понял что принципе на работе абсолютно бессмысленно потому что такое обилие информации никому в голову не уложиться и поэтому решила рассказать про два проекта которые своей купе покажут некоторые принципы какое может быть добро и некоторые механизмы как людей вовлекать это добро и как это происходит вообще ну приступим первая банальная фраза которую мы все слышим всегда что интернет глубоко вошел в жизнь там по самое не хочу у нас есть телефон у нас есть интернет у нас есть мобильные устройства у нас компьютеры ноутбуки планшеты и мы там сидим практически там постоянно и каждые 15 минут даже 5 минут достаем телефон что там делом заряжаем в контакт инстаграм q носим собой палку селфи это неважно это банальная фраза номер с того на самом деле как на есть почему потому что на так она и есть и мы начали при коре перейдавать деньги там не из рук в руки а через карточку с телефона на телефон мы начали оплачиваться тоже бездаличными платежами мы начали какие-то вещи там работать через интернет отправлять какие-то определенные там резюме или работы прочее мы стали интернетом пользоваться и тренет может является инструментом интернет то неплохо крае то ни зло не добро, это инструмент. Он может пойти и во вред, он может пойти и во благо. И когда мне, допустим, какие-то же мамочки спрашивают, типа, нельзя же давать ребенку за 10 лет до школы компьютер пользоваться, прочее, прочее. Я говорю, ну и что будет? Ребенок у вас вырастет с огромнейшим желанием залезть туда и смотреть, когда уже будет подростком. Это все инструмент, необходимо к нему приучать. Должна быть определенная вакцинация, прививка к интернету и компьютеру, даже у детей. И этим инструментом нужно уметь пользоваться. Бессмысленно им не пользоваться, если он есть. Согласны? Зачем руками копать землю, если есть лопата? Поэтому и добро не стоит на месте. И за эти годы появились различные проекты, различные направления, различные формации, которые позволяют делать благие дела. Да, хорошие, добрые вещи. Это и интернет-доброводчество, и IT-волонтеры, которые сегодня тоже покажу эти вещи. И краудфандинг, это тоже добровольная такая вещь. И краудсорсинг, это написание программ, удаленной разными людьми, бесплатно. Это тоже определенные добрые дела, которые люди приносят в это общество. И эта система, этот формат сетевого добра, или добра через интернет, или добра через сеть, он растет, меняется, и все больше людей включается в него. Обычно мы считаем, что такое, как можно принести пользу через интернет. Все, наверное, вспоминают, там, сборы денег, да, куда-нибудь отправить, там, через Яндекс.Деньги, или с визы-карты, там, 200 рублей, успокоить свою совесть, может быть, а может быть, просто, на самом деле, это является таким позывом души. И вроде бы все. Вот простое добро, которое можно сделать в сети. Ну, это, наверное, самый такой, мелкий пик айсберга, который существует. И я считаю, что, ну, есть проекты, куда можно отправлять деньги, а есть проекты, куда деньги можно не отправлять. Вот. Что такое добро? Да? Я не стал всю статью из википедии сюда выписывать, и не стал добавлять там различные категории, что такое добро в буддизме, конфуцианстве, отношение, там, католицизма к этому всему делу, особенно ислама. Вот, мне кажется, несколько фраз, которые полностью объясняют, что это такое. Добро – это стремление к осуществлению блага, полезного деяния. И баста. По-моему, это вот все остальное от лукавого, ну, все остальное просто развивать эти понятия. Хотя можно об этом спорить долго и пристально, но это не самое главное. Мне кажется, что все-таки, когда ты стремишься делать добро, ты стремишься изменять что-то. Ты пытаешься привести определенную пользу. Можно где-то добро и себе, принося себе пользу, но в большей степени, конечно же, стремление к осуществлению блага, наверное, к окружающим. Хотя к себе тоже полезно приносить доброту. Что заставляет людей делать добрые дела? Я, наверное, минут пять смотрел на этот слайд, убрал заготовок в списках и понял, что зачем это все объяснять, потому что это, наверное, может быть такая вот простыня. Есть мотивационные вещи, есть социотехнологии, которые объясняют, как мотивировать, как втаскивать даже психологию людей в социальные проекты и вообще в добродельчество. Но мне кажется, это все лишнее. У каждого человека есть своя определенная мотивация, которая может меняться, появляться, изменяться. Кому это интересно, можно порыться в интернете и найти как можно людей или почему люди делают добрые дела. Хотелось бы, чтобы они просто их делали. Не важно же, почему. Но я, к своему счастью, четыре года тому назад познакомился с отличными людьми из Калужской общественной организации скаутов. Есть такая скаутская система, которым больше уже ста лет, которая и в России появлялась еще в императорские времена. Замечательные ребята, особенно вот калужские, они разные бывают скауты, у которых есть такое простое правило. Это не дня без доброго дела. У меня самого возникло мысль, вообще-то возможно такое быть, что каждый день какие-то добрые дела делать. Притом скаутская система не предполагает, там блокнотику ты записываешь, там добрые дела, сегодня перевел 10 бабушек через дорогу, рейтинг подскочил, нашивку получил. Нет, такого нет. Сам человек, сам ребенок, обычно это дети 11-12 лет, выбирают для себя объект, что они хотят сделать доброго. Вот, и все. Нет никакого контроля. Просто есть правило. Скаут стремится каждый день делать доброе дело. Есть такая еще деформационная там слоган, что ты сделал свое ежедневное дело доброе. Но это уже в шутку идет. И я понял, что в принципе-то, если посмотреть, то можно себя подначить, что-то доброе, полезное делать ежедневно. Причем это же может быть не спасение мира каждый день, да, то есть у нас ресурсы разные, это может быть там, ну, начиная от банального 10 рублей куда-нибудь многотретийную акцию отправил и заканчиваясь там какими-то другими вещами. Но в принципе реально каждый день это делать. Другой вопрос, зачем? И на этот вопрос нет ответа. Вот. Ну, работая над различными социальными проектами, я пришел к вещам таким. Вообще, как я начал заниматься социальными проектами в интернете? Потому что раньше занимался социальными проектами не интернет. Вот. Но когда у меня появились дети, я понял, что это самое. Временно общественную деятельность как-то не логично тратить на людей, не тратить их на своих детей. Я понял, что какие-то вещи можно пробовать делать через интернет. И как казалось, это возможно. И для себя я выявил несколько таких параметров, которые позволяют людей вовлекаться в социальные проекты. Это информационное, ну, написание статьи, это даже может быть какой-то определенный лайк, репост и прочее-прочее. Это ресурсное, когда ты можешь предоставить, например, как я, в зависимости от некоторых вещах, каким-то проектам хостинг или же там предоставить что-то там еще. Вот. Это материальное, когда ты можешь отправить им драгоценные бабосики или не только. Вот. Это профессиональное, когда ты специалист в чем-то, например, дизайнер, помогаешь какому-то облаготворительному проекту, сделать хорошую афишу, то есть как профессионал это сделать. Или к журналисту писать какую-то правильную статью или переводчик перевести материал. Да. И это оффлайн рекрутинг. Очень такое непонятное слово. Я скажу просто, когда человек приходит куда-нибудь на какое-то событие, что-то делает. когда он вовлекается не только в интернете, а в жизни. Вот пять направлений. Ну, здесь еще есть такая незаметная надпись, такая шестая. Это когда у человека есть авторитет определенный, и только благодаря ему он может что-то изменить. Да. Но я считаю, что это не такая вещь, которая индивидуальная, и в общей системе можно сюда ее не закидывать. Пять форматов, пять направлений, по которым можно делать добрые дела там каждый день. или как раз в неделю. Неважно. У меня есть хороший друг. Вот этот чувак из Казани. Человек, который несколько лет назад поднял проект Донорсерч. Проект для доноров. Поднимал он его очень таким простым способом. Он понял, что в принципе можно в группе ВКонтакте, даже не в группе ВКонтакте, а просто ВКонтакте, людям, которые занимаются, которые готовы взять кровь, у себя в интересах писать группу крови, первая отрицательная. И через поиск можно искать таких людей. В поиск забил, группа крови первая отрицательная. Появился список. Выбрал город, допустим, Казань. Появилось там 56 человек. И в случае, когда необходимо очень срочно набрать кровь, есть такие вот вещи, когда вот случится какая-то там авария, катастрофа, и необходимо, как кровь на замену говорят, хотя на самом деле там совсем другой принцип идет. Можно этих людей находить. И он лет 5, если не ошибаюсь, 5-6 назад придумал такую систему. Создал группу и начал людей агитировать. Он самый активный кровосдатчик. И начал людей говорить, давайте, если другая ситуация будет возникать, по всей России сделаем такую систему, чтобы в поиске ВКонтакте нас можно было находить. В итоге за первый месяц набралось порядка, наверное, тысячи-двух тысяч человек. Появилось там на Украине, Белоруссии, там еще какие-то страны, соседние подобные системы. И в ВКонтакте начала появляться такая база. В этот промежуток мы с ним, естественно, общались. Там бывали ситуации, когда алгоритм поиска падал, ВКонтакте менялся, нам приходило вручную перебивать Вики-страницы ВКонтакте для того, чтобы нажать на ссылочку, человек мог найти этих людей, которые там он ищет. Такая была очень сложная система. Я подарил ему в свое время домен donatsearch.ru, который у меня был, на котором сейчас их проект тоже находится. И в итоге он пришел к тому, что ни единым контактом вообще проект этот должен жить. И он начал выходить на более такие широкие платформы. Появился первый сайт, не этот, а вот такой более-менее дурацкий был. Потом второй сайт, более адекватный. Появились программисты, специалисты, которые начали им помогать. И в итоге они смогли перейти на совсем, наверное, иной уровень своего проекта. Проект из группы в социальной сети перешел в более широкий проект, который позволяет охватывать пововлеченности в различных сферах. Например, информационная, да, мы все прекрасно это слышим, это когда есть определенные призывы к сдаче крови, когда есть информация, которая объясняет, как нужно приходить, что нужно есть, что не нужно там пить, курить и прочее. Есть, у них появилось в свое время очень такое четкое понимание, что очень много мошенничеств происходит. Наверное, кто-нибудь видел такие вещи, типа там, вот, нужна срочная кровь, если что, телефон такой-то, звонишь, деньги снимаются, ай-яй-яй. Вот, они с программистом написали систему, которая полностью мониторит поисковые запросы со словом кровь, выводит их в определенные приложения, и веб-волонтеры, добровольцы, просматривая эти сообщения, отмечали, какие из них фальшивые, какие из них реальные, и писали комментарии этому человеку, что они могут обратиться в систему донор-сёч для того, чтобы отойти себе, людей, которые будут помогать. Вот, и при помощи такой системы получалось охватывать большое количество ежедневных таких поисковых запросов. Это тоже стадия. Веб-волонтеры, такое изобретение этого проекта отчасти в свое время был прорывом. Материальная помощь, которую можно было сделать, у них, конечно, есть спонсорские помощи, определенный сбор денег. Они последние два года, год даже перешли на стандартную команду, несколько человек, которые подвигают проекты, у которых есть тоже свои зарплаты, конечно, и примерно месяц для того, чтобы они активно существовали, им необходимо там 40-50 тысяч. И эти деньги, по-моему, набираются и все остальное. Гранты. У них есть свой магазинчик небольшой, где ты можешь заказать, как его называют, бомбер, там, прочие вещи, то есть такие футболочки, напиши, типа, я там сдал кровь, я молодец. Ну, это все понятно, то есть есть люди, которым это интересно, и по-моему, они зарабатывают деньги для того, чтобы проект существовал. Вот. На деньги, которые присылают спонсоров, они запускают рекламу в социальных сетях, в интернете для того, чтобы их, скажем так, люди все больше приходили в их сообщество. Сейчас, если не ошибаюсь, порядка 40 тысяч зарегистрированная база доноров, которая у них есть. Вот. Ресурсное. Различные организации помогают им с печатью материалов рекламных. Партнеры в свое время им предлагали пакеты SMS, там, вилайн, если я ошибаюсь, или МТС, которые могут использовать в рассылках, там, на определенных, там, механизмах, бесплатные звонки. Профессиональные, то есть, с ними работали, там, и специалисты, там, дизайнеры, программисты, контент-менеджеры и прочие люди. Безвозмездно, само собой. Это люди, которые они вовлекли в доброе дело. Ну и оффлайн-рекрутинг, это поиск доноров регионов, то есть, в принципе, в каждом регионе, в Кургане нет, кстати, до сих пор, если не ошибаюсь. Человек, который занимается, курируется волонтерами, волонтерами-донорами, вот, они организуют денег-кровоздачи, ну, такие все понятные вещи. Вот, один проект, который, в принципе, по всем этим направлениям смог найти применение людям, которые могут сделать доброе дело. Не просто информировать, там, продвигать донорство, да, а сделать так, чтобы человек нашел, как мог включиться, начиная с профессиональной точки зрения и заканчивать это возможностями и ресурсами. Вот, это их статистика, примерный рост 2012 года, который на сайте, когда он появился, 2016-го. То есть, в принципе, за 4 года они увеличились, ну, в раз 10, если не ошибаюсь, количество людей. Вот, есть, конечно, мы активные, пассивные доноры, но последняя их, скажем так, идея, это именно не призывать людей сдавать кровь, а к вторичному донорству. Потому что людей, которые приходят на раз сдать кровь, это много, но на самом деле это не совсем эффективная система. Ну, бросим к ним. Этот проект показывает такой хороший социальный проект, где можно делать добро. Вот, но всегда бывает такая ситуация, когда нужно подумать, что лучше людям давать, рыбу или удочку, да, о чем рассказывать, там, дать какую-то информацию, дать возможность информацию самому найти, разобраться. Следующий проект, в принципе, как раз социальный проект, который вроде бы не похож на доброе дело, сделано кем-то, но на самом деле таковым является, потому что позволяет другим социальным проектам развиваться, расти, увеличиваться и становиться человекоподобными. Есть такая, такой сайт, такая организация, которая называется «Степлица социальных технологий», t-st.ru. Я вам рекомендую, если вообще вам эта тема интересна, с точки зрения даже профессиональных, может, каких-то вещей, вот, что они делают? Они в свое время пришли и поняли, что они начали с того, что они создавали сайты общественным организациям. Ну, было такое веяние души у IT-специалистов, вот, но потом пришли к пониманию тому, что надо же на самом деле не создавать, а обучать или, например, к тем IT-специалистам, которым хочется доброе дело сделать, или даже хотя бы не доброе, а для портфолио хороший такой сайт, давать знакомство с теми, кому это необходимо. И не только IT-специалистов, это могут быть фотографы, это могут быть журналисты, это могут быть иллюстраторы, дизайнеры, это может быть еще кто-нибудь, ну, без разницы. То есть специалисты, даже не IT-сферы, в принципе, могут соприкасаться с теми общественными организациями, которым нужна определенная профессиональная помощь. Потому что иногда, когда видишь потуги общественных организаций в некоторых ситуациях непрофессиональные, листовки, которые коверкают глаз, то есть многих людей, сами понимаете. Это понятно, что не на своих началах, но можно же было все-таки искать специалистов, которые могли бы сделать это красочно и интересно. Это может привлекло больше внимания. И в таком формате они начали заниматься, потихонечку расти и в итоге превратились в такой своеобразный портал, который, ну, я вам скажу, наверное, меняет нашу жизнь лучшую. Я не являюсь их поклонником, сторонником, но наблюдаю за ним, потому что в моих проектах они помогали в свое время. Я в их проектах не только участвую, потому что, на самом деле, там интересные есть механизмы и они растут. То есть они что-то новое придумают и изменяются. Информационная составляющая, которая не вовлекает, это они рассказывают различные вещи, то есть о общественных организациях, о том, как может человек себе проект, какие есть социальные проекты, какие есть добрые. Я буквально нехорошо знал, что есть такой проект Маракуйя, который позволяет человеку высадить дерево в местах пожара, заплатив, конечно, какую-то денежку от 100 рублей, может быть, в зависимости где. В Казахстане 635 рублей стоит, где-то в Беларуси 100 рублей. И лесничий пойдет и высадит за вас дерево. И многие организации покупают тысячу деревьев и садят практически свои леса. Проект на это не зарабатывает деньги, его просто благотворительные. Но прикольно же, когда ты можешь посадить, если имеешь, конечно, деньги, лес. Лес Винштейна, например, представьте там. Здорово. Ну, шутка. То есть, они такую информацию дают, потому что проектов много, но про них мало что слышно. Они не все доходят до того, что могли бы о себе рассказывать или там рекламироваться. А этот портал это объявляет. Они делают видео, подборки, обучающие, интервью с людьми, там, ну, прочее. Материально они разработали плагин для WordPress и других КМС, который позволяет делать более, скажем так, человекообразную сборку денег с прогрессом, с прочими вещами. Пару раз я помогал подключать интересный модуль, который в самом деле общественным организациям, которые занимаются даже сбором денег и другими вещами, ну, гораздо проще. Вот. Они разрабатывают сайты и приложения НКО. Они после времени проводят уже конкурсы, на которых они выделяют в определенных направлениях хорошие проекты и позволяют этим проектам получить свой сайт. Первый год в тепличных условиях сайт существует, за этот год эти люди должны научиться им управлять самостоятельно и свободное плавление и их уже отправляют. Профессиональное. Есть у них проект, который существует уже, дай бог памяти, полтора года, называется он IT-волонтер. Это как раз такая доска объявлений, где может человек, которому необходима помощь специалиста, сделать запрос, типа, вот хочу помощи от вас в таком-то деле, готов отблагодарить вас печенюшкой или там упоминанием в соцсетях или небольшим гонораром, или там бутылкой хорошего кефира или ну вознаграждение, потому что они все-таки считают, что любая помощь, даже добровольцев, волонтеров, она должна хоть как-то вознаграждаться, не говорю уже поплачиваться, я тоже считаю, что человек может делать добрые дела, но имейте совесть, хотя бы грамоту вы не давайте, а что-нибудь более серьезное. Вот. Офлайн-рекрутинг, они делают тражировку, студенческую практику для специалистов, которые к ним приезжают помогать, вот, проводят мероприятия некоторые, в общем, круты, рекомендую. Вот их сайт, вот есть определенный инструментарий, здесь как раз такое интересное вещь, мы рассматриваем слово добро и благие дела, да, с точки зрения каких-то эфемерных вещей, это все технологии, социальные технологии, которые можно использовать, начиная от приложения, заканчивая определенным там построением моделей. Тоже, например, проект Дунашевщик сейчас в ближайшее время пытается наладить нейронную сеть для своих потребностей, для работы своих проектов. Анонсы мероприятий, здесь есть и вебинары, которые можно посмотреть, и офлайн мероприятий, в которые можно прийти. Это немножко о проекте, здесь, в принципе, рассказывается их миссия, этих ребят. Люди, которые хотят делать добро, или которые хотят заниматься социальными проектами, их реализовать, я рекомендую этот сайт. Почему? Потому что это достаточно хорошая кладезь, структурированная кладезь, работает хорошая команда контентная, редакторская, которая делает хороший проект. Если хотите делать добрые дела, и хотите на этом съесть собаку, или хотя бы понимать, что это такое, этот проект может вам помочь не только даже информационно, а может как-то практично. А вот это сама система IT-волонтеров, сделана на вордпрессе, с определенным включением плагинов и прочих вещей. Так выглядят определенные запросы, созданные задачи, людям, которые что-то хотят сделать. Порядка, если не ошибаюсь, 300 или 400 задач было решено за это время, я и сам поучаствовал, поделал задачи специалистами и по работе в разработке других каких-то вещей. Суть прикольная, иногда немножко отвлекаешься от своей основной работы и делаешь что-то не за деньги, а за хорошую печенюшку вкусную, хотя бы упоминание, можно переключиться. Здесь только вопрос в нашем понимании, потому что мы все-таки добро это такое дело, не работа. Наука о добре. Нет такой науки, да, с одной стороны, но это все ложь. В любой науке есть некоторое такое понимание, что они изменяют, находят, делают какие-то вещи для того, чтобы нашу жизнь делать лучше, сделать благое дело для человечества, хотя, конечно, там бывает и ядерные бомбы, это могут быть еще какие-то вещи, но наука движется для того, чтобы наша жизнь стать сделать и сделать. Несмотря на то, что такой науки нет, добро находится на стыке технологий. Как это не звучит, вроде банально, даже не банально, а как это оскорбительно, как может быть добро связано с технологиями. Новые достижения, IT-достижения, прочие вещи, это все все-таки позволяет нам как-то менять свои отношения для того, чтобы мир становился лучше для наших детей, для детей наших друзей, для себя, для людей, которые нуждаются в этом. И наука одобрения, несмотря на то, что она не существует так вот на бумажке, она существует у нас и у метеорологов, и у эпидемиологов, и у других добрых и злых детей и людей. И, в принципе, наверное, это все, о чем я хотел бы рассказать сегодня вам. Два проекта, которые, в принципе, могут увидеть свет, как это можно делать с одной стороны и с другой стороны, где можно узнать информацию, как это делать. Большое спасибо. Если есть вопросы, я вот это. АПЛОДИСМЕНТЫ